Дорогие друзья, нам пришли забирать нашего сына в замечательный детский сад Сан-Хавьер, который расположен по адресу Вея Пара 39Б. Пойдемте скорее посмотрим, как он сегодня провел свой день. Дорогие друзья, добрый вечер. Сегодня в этот солнечный прекрасный день мы чуть-чуть подольше сдержались в нашем любимом саду, пока наши детишки расходятся по домам. Мы решили поговорить с Дашей, с одной из наших самых любимых приемных бабушек, которая всегда приходит к нам на помощь, когда нам требуется она. Даша, ну я очень много всегда говорю полезного, хорошего и приятного в ваш адрес. И сегодня я хочу это сделать открыто, заявить это на камеру и дать вам возможность тоже высказаться. Я немножко скажу, друзья, Даша одна из воспитательниц, хранительниц этого очага, прекрасного сада, в который ходят мой сын и сын многих мамочек, живущих на Коста-Дель-Соль. Мы начинаем говорить именно с ней, потому как мы с вами работаем для русскоязычной аудитории, для аудитории интернет-канала Марбайру ТВ. Поэтому Даша сейчас нам расскажет, почему же именно дети, во-первых, стали ее призванием. И самый главный вопрос, почему она такие маленькие? Потому что зная своего сына и зная, какой он жуж, я прекрасно понимаю, что 20 таких детей или даже 10, это уже очень большая нагрузка. Даша, почему? Почему такие малыши? Почему это призвание, как вы с вами сказали, страсть? Вы знаете, какие профессии бывают? Бывают там кто-то гордится такой, сякой. А у меня профессия не воспитатель, а мне кажется, любовь. Вот, детям это любовь, у меня как бы называть любимица детей такой. И привязалась к детям, потому что с маленькой очень мне нравилось играть и учить кукол. И вот эта любовь от бабушки, от садика, от первой воспитательницы, эта любовь пошла к детям. Она передается из поколения в поколение. Должна сказать, что Даша уже сама вырастила двоих прекрасных детей и продолжает растить наших детей. Помогать нам растить их правильно и с еще большей любовью, как я, наверное, сказала. Даша, насколько сейчас вот здесь, на Коста-дель-Соль, актуальна тема продолжения русских традиций? Потому что мы знаем, что наш сад, например, тот сад, где мы сейчас находимся, Сан-Хавиер, это трехязычный сад. Здесь испанский, английский, русский. Но большинство пока здесь русские детишки, но со всеми общаются на трех языках. Вот насколько здесь важно донести русские традиции детям? Вы знаете, далеко от своей страны родители, здесь увеличилась наша диаспора, наше русское население, как бы многих, которые захотели жить в Испании, как я уже живу, 15-й год. Это как бы нету таких воспитателей, специалистов, нету, чтобы языка своих школ не было в начале. И это очень важно из-за того, чтобы дети продолжали, как вы говорите, эти традиции, как бы всегда наследовали своих бабушек, дедушек наши, частушки наши, например, какие бывают детям, как интересно. Наши русские сказки, наши традиции, ну все праздники, наша масленица последняя, которая детям, это очень интересно и важно. Я думаю, для нас это очень важно. Но я не могу не согласиться, потому как именно такой формат позволяет детишкам действительно понять их идентификацию, что они русские, что они не просто дети, живущие здесь и говорящие на каких-то языках, что они русские, что они продолжают действительно нашу историю и с честью и с гордостью изучают русские сказки, русские алфавиты, если вы посмотрите на окружение всех материалов, которые у нас здесь, и они преимущественно на русском языке. Даш, ну еще такой вопрос. Я как человек, тоже занимающийся детишками, занимающийся ими с рождением, мамой в том числе, знаю, насколько важно найти контакт с каждым ребенком и насколько это все очень разнообразно. Не достают дети нас, вот так вот по-честному, к концу рабочего дня, не хочется уже закрыть двери, больше не заходить. Вы знаете, я вам расскажу, когда училась еще в Краснодаре, была такая вот у меня педагог такой, который говорил все время, что детей надо воспитывать по нашему старинному рецепту. По какому? Как они меня могут достать? Она говорила. Если мы этот рецепт соблюдаем, все ингредиенты, то значит, во-первых, набраться много-много терпения, больше всего ласки и огромное-огромное количество любви. Никогда тебе не достанут никакие дети, никакие, ну не знаю, расстройства никакого с настроением всегда, потому что знаешь, что ты им отдаешь то, что они от тебя хотят. Хорошо, друзья, а мы должны сказать о том, что интернет-канал Marbeiro TV вместе с детским садом Сан-Хавьер придумали замечательную вещь. Мы придумали для вас специальный открытый урок по моей программе JoyKid, которая является международной, запущенной уже в более чем 12 странах мира. Мы приглашаем мам с малышами, начиная от трех месяцев и завершая где-то полутора годами, для того, чтобы вы пришли и познакомились с этой программой. Пока эта программа только в детском саде Сан-Хавьер на Коста-дель-Соль. Пока такая возможность присутствует только у вас, у наших телезрителей. Поэтому, пожалуйста, присылайте свои заявки. Мы обязательно организуем этот бесплатный пробный урок, с помощью которого сможете познакомиться с программой, познакомиться с Дашей, познакомиться со всеми педагогами здесь, принять решение для себя о том, в какой же детский сад пойдет ваш малыш, и как правильно с ним дополнительно заниматься по определенным программам. Что ж, Даш, ну а мы отпускаем вас, потому как уже настало личное время, а не учебное. Вот тоже пойдем веселиться уже со своими детишками, впитывать все новое, что вы им сегодня подарили. Спасибо вам огромное. И встретимся уже завтра, между прочим, утром. Я буду в качестве мамы уже выступать. Приведу Матвея в сад. Большое спасибо вам, Маша. Большое спасибо всем нашим русским жителям, резидентам Испании, Марбелии. Заходите, почувствуйте и попробуйте наш рецепт, который мы на вкус, на ощупь, на все, что хотите. Самое главное, приходите и увидите, как мы живем, какой у нас день, какие у нас детки, какие у нас дела, какие проблемы детские, и какое счастье быть с ними, с детками. Вот это самые главные слова, на мой взгляд, друзья. Что же, а мы увидимся с вами уже на нашем открытом уроке, а также в садике Сан-Хавер. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok